У нас в гостях Николай Леонов с прекрасным белым котом. Он, кстати, не чисто белый, у него такая удивительная краса. Сегодня с Николаем мы будем говорить на тему коты и ёлки. Традиционная предновогодняя тема. Есть, ёлка есть. Давайте начинать. Да-да-да. Ну, смотрите, кошки это всё-таки животные-хищники, и они всё равно будут проявлять такое, скажем, в какой-то мере игровое, в какой-то мере инстинкт охотника. И как раз что делать с этим? Ну, во-первых, что кошки любят? Кошки любят жевать дождик. Дождик, мишуру, это самое любимое. А ещё они любят вот такие вот штучки белые отрывать. Пенопласт это, да? Да, пенопласт, вот эти всякие маленькие ягоды, скажем, вот такие снежинки жевать. У меня кот, кстати, любит ёлку жевать. Вот, кстати, важно ли для кота жевая эта ёлка или искусственная? Их привлекает какая-то из этих больше? Вот здесь, если искусственная ёлка, особенно если мягкая, то кошка, скорее всего, будет жевать. Похоже, такие ёлки сейчас есть на мишуру чем-то. Вот такие ёлки кошки любят жевать. Почему их удобно жевать? Да потому что они мягкие достаточно, потому что кошки не любят твёрдые. А вот настоящую ёлку кот, скорее всего, жевать не будет. Во-первых, смола, смола кошек хвойные отпугивает, запах им не нравится. Плюс один раз туда, попытавшись залезть, кот явно уколется, особенно нос, потому что они сначала нюхают, лапы очень мягкие у них. Это им не понравится. Поэтому нападение на живые ёлки, оно минимально всегда. Очень больше шансов у живой ёлки простоять. Да, но здесь всё будет зависеть от того, какие игрушки на ней будут. Если это мелкие блестящие игрушки, коты реагируют очень активно на них, то он будет пытаться их сбросить. На ёлку ему не удается залезть, значит, он что-то попытается сбросить. А если это всё-таки вот такие искусственные ели, где он может залезть вовнутрь, часто мы видим у нас роликов кучи, когда коты спят внутри. Что вот в этом случае делать? Здесь вы можете вовнутрь разложить кусочки фольги, потому что фольга шуршит, кошкам шуршащие звуки не нравятся. И плюс, когда кот наступает на фольгу, или можно скотч положить двухсторонний, да, наступает, прилипает, всё, пару раз, и будет достаточно для вашего кота, чтобы он вообще из-за ёлки испугался и к ней не подходил. Но это надо перед ёлкой, то есть ёлку обложить. Это не перед ёлкой, это нужно вот туда, вглубь положить, потому что кошки любят уединённые места. И чаще всего кошка будет спать внутри и пытаться попасть вовнутрь, не снаружи, а снаружи навряд ли это получится, потому что... Ну, лёгкие ветки. А не мягкие, лёгкие, да, кошка будет падать. Вот. А, наверное, актуально перед ёлкой что-то кладет, если это котёнок, потому что котёнка навряд ли остановит. Скотч, фольга, они любят играть, им вообще без разницы, что будет происходить. Вот здесь нужно защищать ёлку как-то перед. Во-первых, возможно, купите ёлку чуть повыше. Вот как раз вспоминаются фотографии, да, когда у нас ветки остаются только наверху, а снизу их убирают. Ну, наверное, может быть, это не очень симпатично, но, по крайней мере, ваша кошка не будет. Николай, у меня вопрос. Это особенность породы или просто он так сильно напуган? У него такой взгляд, что хочется извиниться перед ним за то, что мы здесь сидим. Нет такого ощущения. Хайлинг фонг, и у неё уши прижаты. Вот, и поэтому мордочка, да, лицо, хотел сказать, мордочка кажется круглой и вообще она похожа на яблоко голова. Ну, голова-то да, но взгляд очень такой недружелюбный. Большие глаза. Нет, почему? Он очень-очень... Ну, просто это кот, он должен быть серьёзный, несмотря на то, что он маленький. Подводя черту, если у нас есть уже кот, а ёлки ещё нет, то какую ёлку выбираем? Живую. Максимально живую. Если искусственную, то плотную, с плотными иголочками для того, чтобы кот, просто подходя к ней, мог уколоться. Да, это инстинкт, защитность работает, он не будет на неё обращаться. И ни в коем случае мелкие игрушки не есть, максимально крупные, гирлянду повыше, никакого дождика и мишуры внизу. И это защитит вашего питомца в Новый год. Хорошо, спасибо. Поздравляю с праздником и всех владельцев, и всех котов, и кошек. Пускай они после Нового года и во время тоже будут счастливы и здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова